Приветствую друзья на канале Real Constructor Stas. Сегодняшнее видео я начну с того, что похвастаюсь выигрышем. Участвовали в розыгрыше призов среди покупателей к 28-летию рождения MSI и выиграли осеннюю теплую кепку с фирменным дракончиком. Некоторые назовут это видео распаковкой. Кто-то скажет, что это обзор. Я называю такие видео первый взгляд. Тут нет графиков производительности и игр. А есть лишь отзыв настоящего пользователя, не какого-то там обзорщика за деньги. А взгляд мой остановится сегодня на видеокарте для моего персонального компьютера. Ценник на момент приобретения 329 долларов США. Глобальная модель RTX 4060. Вариант исполнения Ventus 2X Black. Разгон от производителя OC Edition. Производитель MSI. Новейшие передовые технологии DLSS 3 используют искусственный интеллект для создания дополнительных кадров и повышения качества изображения. Вся информация о продукте сейчас располагается на упаковке. Полное название устройства. GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC. Заводская модель сборки. 912 V516 092. Такая видеокарта подойдет для систем начального и среднего уровня. Если вы используете монитор Full HD, то такая видеокарта запустит 95% игр в ультра настройках еще года 4. Система охлаждения состоит из двух вентиляторов и большого радиатора. Вентиляторы построены по новейшей технологии Torx 4.0. Программное обеспечение MSI Center. Второй искусственный интеллект, но теперь от производителя. MSI Afterburner поможет разогнать уже разогнанную видеокарту. Основные характеристики вы можете прочитать, поставив видео на паузу. В разделе спецификации добавлено 8 ГБ GDDR6 128 бит. Открываю коробку и вынимаю содержимое. Здесь находится видеокарта в шелестящей упаковке и две бумажных брошюры, не несущих никакой существенной информации. Открываю шелестящую упаковку. Видеокарта отклеена полиэтиленовой транспортировочной пленкой, которую перед использованием необходимо снять. Два больших вентилятора, почти по всей ширине. Лопасти сдвоенные. Torx 4.0. Рамка вентиляторов глянцевая, пластиковая. Все собрано плотно и дребезга при работе вентиляторов нет. Разъем PCI-Express закрыт крышечкой с надписью MSI. В данной видеокарте используется шина PCI-Express 4х8. Это значит, что используется 8 линий, 49 контактов из 82 длиной 56 миллиметров. И это вот столько. Незадействованные контакты просто не подключены и это хорошо видно при детальном рассмотрении. Сверху расположен разъем для дополнительного питания PCI-Express 6 плюс 2 пина. Перед покупкой видеокарты убедитесь, что ваш блок питания оснащен таким разъемом. Также с этой стороны видно большой радиатор и трубки для переноса тепла. Задняя часть платы защищена пластиковой накладкой с текстурой шлифованного алюминия. Радиатор охлаждения занимает почти всю ширину устройства. Все разъемы выходных сигналов закрыты фирменными крышечками. Отключаю разъем питания от своей предыдущей платы и откручиваю два фиксирующих винта. На разъеме PCI-Express нажимаю защёлку и извлекаю старую видеокарту. Эта видеокарта подключается шиной PCI-Express 3х8. И тут это видно нагляднее, так как задняя сторона не закрыта. Две видеокарты имеют одинаковые габариты. Система охлаждения в 40-60 значительно больше и вентиляторы, и радиаторы. Крепежный кронштейн идентичен. Даже имеет такой же цвет гальваники. Разъем питания теперь больше, значит и потребление выросло. При установке у меня видеокарта легко становится над разъемом SATA, но нужно использовать угловой штекер. Также карта полностью перекрывает один из слотов PCI-Express. Вторым слотом я спокойно пользуюсь для сетевой карты. Устройство становится чётко, без усилий и перекосов. Легкое нажание до щелчка, и всё на месте. У меня блок питания, тоже фирмы MSI. И теперь я воспользуюсь полным разъемом PCI-6 плюс 2 пины. Крепежные винты становятся без труда на свои законные места. Вентиляторы вращаются, сетевая карта при этом не мешает, и разъем SATA также ничему не мешает. Вторая деталь MSI в моей сборке. Выходные разъемы находятся в правильном месте, несмотря на то, что моему корпусу уже 20 лет. Спасибо за просмотр. С вами был Реал Конструктор Стас. До новых встреч на моём канале.